шиба шалом дорогие друзья как у вас дела как ситуация вот уже почти новый год еще два дня и мы с вами вступим в новый 2020 год мы еще там не были календарный год начинается 24 год вообще как бы можно себе представить это календарный год и люди по всему миру будут праздновать еще один год каждый из нас наверное устал просто реально устал от того что происходит вокруг нас устали от войны каждый по-своему устал от того что происходит кто тут устал от сирен кто из вас ну конечно мы устаем от сирен от отмены сирен ты не понимаешь когда что начинается где понятно уже и тут бомбят стреляют подарками тебя поздравляют и я понимаю что каждый из нас устал не только от сирен от стресса новостей и страха люди уже боятся боятся увидеть на улицу боятся ходить в магазины боятся общего бы читать новости не знаю что происходит нам нужно уйти от страха страх мобилизации бомбежек холода и даже самих русских солдат многие пережили трудности я хочу сказать что для многих людей которые прошли бучу или выжили в той стороне наверное и этот страх остается на долгие годы кто-то устал жить от пенсии до пенсии а кто-то устал жить вне родного дома я знаю тех кто сегодня нас может прямом эфире наши дорогие близкие одесситы хмельничане и белгороднестровский и другие места я понимаю что вы тоже мы возможно устали сегодня жить на чужды чужбине кто-то уже приспособился кто-то еще нет и ждет когда же вернуться туда где можно приклеить голову и спокойно отдохнуть каким бы ни был бы страх и ожидание неизвестного я сегодня хочу вам просто прямо сказать словами и шува мессии и она пошла именно евангелие от юана 16 глава 35 стих вот что и шува говорит во мне найдете успокоение в мире вас ожидают беды но не отчаивайтесь я сильнее этого мира другими словами еще быть я сильнее мира который сегодня отдает то что мы видим украинскую мову и цель же цепа высованию я вам про все для того и казав чтобы вы мало через мене мир то спокий у цьому свете вы страж даты мы то будьте муж не будьте муж не я перемих свет евангелие виду и и она 16 с нас голова ты кстати розділ знаете я пытаюсь донести подвести итог донести каждому из нас что прожитый год он прожит не зря и итог проходить прошедшего года мы все понимаем что он был очень сложный ки сделать какие-то детали сделать какие-то итоги перечислить все то что мы сделали и про а с вами прошли очень сложно за которая некоторых минуты но я знаю что мы с вами все сделали из любви к людям все что мы делали мы помогали мы молились мы собирали делали конференции мы провели ретрит мы провели детские служения мы лагеря провели праздники помогали на херсоне и в херсонской области мы делали все из любви к людям и друг другу друзья это очень важно понимать весь итог прошлого года или календарного года можно сказать можно сказать очень простыми словами что мы все сделали из-за любви к людям и друг другу нелегкий второй год войны нелегкий в смысле давлением то что мы переживаем то что у нас происходит это реально это величайшее давление со всех сторон но не давлением как то что что давид у нас есть ситуации которые мы находим себя врасплох и единственным выходом из этих ситуаций является надежда в боге мы сегодня в этом нелегком втором году вы заканчивается второй год войны мы не теряем надежды что будет все-таки победа враг обязательно отступит от своих замыслов амбиции от помыслов уничтожения и грабежа не водни при именно не может быть так все вечно враг всегда отступает нас вами нужна надежда нам нужна с вами та надежда которая находится в боге надежда которая не постижает за которую не стыдно то надежда в нем конкретно у людей есть множество вопросов как же нам верить когда все это еще продолжается и наверное у каждого из нас есть столько много вопросов то что мы думали что все закончится чем быстро а уже почти второй год заканчивается мы конечно не стыдимся благовестия христова и шо миссии говорим людям о миссии мы говорим о том что бог любит о том что бог заботится и люди фактически украине сегодня подтверждают то что именно гуманитарная помощь забота о цивильных людей о простых людях влегла на плечи верующих людей и мы были найти на подъеме на подъеме в эмоциях когда мы думали что все закончится чем быстро мы понимали что в начале войны чтоб все таки враг отступит особенно мы радовались когда бы были отражены нападение на одессу мы были подъем эмоции полны надежда что скоро вот скоро скоро все закончится и мы повойдем опять в наш одесский шалом у моря у черного моря есть город который я вижу во сне вот в сон как будто он еще мы спим мы мечтаем чтобы все изменилось сегодня ближе к переменам чем было год назад мы сегодня еще ближе как тем переменным которые нас мы хотели бы но мы еще не достигли нам есть что сказать людям у нас есть то что можем делать у нас есть видение у нас есть понимание послание галатов 6 глава 9 стих говорит делая добро да не унываем ибо в свое время пожнем если не ослабеем и так доколе есть время будем делать добро всем добро всем людям она и паче своим поверью друзья дорогие друзья моё послание сегодня очень может будет странно звучаще но бог который открывает нам двери он их откроет до конца и я верю что этот год год перемен я верю что это время который приходит для открытых дверей каждому из нас эти двери для нас с вами чтобы то что не открывалась значит то что было тяжело то что в офис где-то мы потеряли надежду чтобы там бог открыл нам двери и верю что бог нас ведет туда где мы еще с вами не были где мы что-то еще не пережили где мы ну ну нужнее чем в другом месте мы более продуктивны бог не туда где мы станем плодовитыми каждый из нас является инструмента в его руках для доброго дела для славы божьей для благословения друг друга для благословения других людей которые нас окружают очень важно для нас увидеть что бог открывает нам новые возможности в служении друг другу людям и на нашем городе и в нашей стране просто вспомню давайте мы это буквально недавно же было буквально недавно мы провели конференцию единства 120 лет мессианскому движению в одессе и мне вот очень очень было и радостно и вдохновлено тем что собрались общины вместе совместно провели прекрасный вечер и шаббат который объединил нас с целью я воспрял духом я не знаю как вы как что вы переживали но воспрял духом и я понимаю что бог он хочет чтобы что-то новое происходило что-то новое на горизонте меня очень вдохновили те вечера не знаю как вас а вот еще детское служение 2 2 вот прошлую шаббат до воскресенье 24 в канун резва христова да мы праздновали вместе другими детьми их и родителями которые никогда не были у нас общения некоторые были но они пришли чтобы отпраздновать радостное рождество именно еврейское рождество рождество еврейского машеха и это эмоциональное это вдохновленное еврейское детское рождество как оно было удивительно прекрасно какой здесь шум гамм это весело было и конце люди общались люди спрашивали о нас если какие-то программы что мы будем делать с детьми какие у нас есть перспективы знаете для меня это большое вдохновение сколько эмоций было любви отношений новые люди дети возможности возможности для каждого из нас служить чтобы эти двери которые были запяты может быть или закрылись два года назад стали открытыми для каждого из нас я хочу вспомнить израиль или историю израиля об исходе мы конечно же это часто вспоминаем но по определенному недоверию израиль не вошел в обитованную землю если вы помните они должны были за 40 дней пересечь турки границу где поскал вот обитованная земля которая даю вам но они где-то за усовнились где-то не доверили богу и вот по обстоятельствам они не смогли войти в обитованную землю и они не смогли за определенный срок особенно войти но это не означало что им было отказано наследие послушайте о чем я говорю дверь которая закрылась внезапно через их неверие или доверие богу она была закрыта на 40 лет там 38-39 лет она была закрыта но это не означало что обетование которого бог отдал для своего народа о а она не было отменено фактически она ждала их когда придет время особенное время и у бога этот порядок остался он открыл эти двери потому что 40 лет они были закрыты и земля была недоступна но не всегда но не всегда так будет знаете еще одна ситуация после того как был разрушен 2 храм и еврейский народ был россии мы назад величайшее рассеяние по всему миру через 1800 лет израиль как бы или 1800 лет израиль был в изгнание вне обитованной земли но не исчез как народ он был сохранен бог его сохранил для того чтобы потом вернуть и им обратно землю или дать возможно открыть эту двери которые были закрыты возвращению на израильскую землю или фактически получение государственности долгие годы возможно наши временные труд временные трудности это как запертые двери в которые мы стучимся как будто бы безответно для многих из нас есть моменты или же нерешенные вопросы десятки лет знаете я хочу вас спросить было ли у вас так у меня часто бывают и такие вещи как и спешишь к ситуация происходит и ты пытайся понять что происходит и получить отвечу чем быстро но бог показал мне один пример который каждый переживает и каждого мира пережил вы приходите к своему другу вы звоните звонок и а знаете что вас ждут что там что-то особенно происходит особенно когда если день рождения ли какой-то юбилей там гвал там такой знаете вот шум гам тарам дату и вы звоните в звонок и такое ощущение что вас не слышат вы стоите возле двери и кажется кто 10 15 20 или даже минута ты секунда минута казащийся уже с наверно вечностью и кажется так обидно ты позвонил ты стучишься а тебя как будто не слышат это даже небольшое ожидание приводит к очарованию иногда особо ты очень ждешь и у тебя нет времени когда у тебя обстоятельства тебя поджимает и в ответ нет реакции а вообще на эти вот логичный вопрос задаете когда-нибудь да к людям когда ты стучишь тут открываете дверь а привет ты хочешь чего так долго вот так только услышал только вот сейчас прибежал сразу а тебе кажется что не тебя проигнорировали хотят длиться минута или две но наших обстоятельств это почти вечность почти протяжении 40 лет израиль видел издалека обетованную землю но не мог туда войти но в один момент друзья 40 лет они гуляли в пустыне 40 лет они где-то были и видели из холмов даже той же иордане которые сегодня иордания то время это было маафе другие места они видели обетованную землю но не могли туда войти потому что двери входа в обетованную землю были закрыты и в один момент бог говорит иисусу на вину что время пришло и дверь хождение в землю открывается вчера от этого дня вы были не готовы то есть через 40 лет вы были не готовы и возможно вы сегодня не понимаете до конца ответственность за обетован обетованную землю который я обещал вашим отцам но пришло время даже когда мы не видим как и что будет делать или ответить которую мы берем за вхождение в обетование да какие будут последствия мы не знаем что будет завтра но бог говорит уже пришло время время двигаться вперед за иордан двери непредвиденных обстоятельств открываются потому что то что происходило уже в истории мы понимаем вау секундочку вы этого не видели мы это не могли представить двери возможностей открывались двери искушения до могут испытания израильского народа они открывались двери неизвестного они открывались там за иорданом новая история народа с его взлетами и падениями там за иорданом исполнение обещаний которые бог давал своему народу приход миссии до сего мира вот что пишет давид господня земля и все что ее наполняет мир все его бита и все его обитатели ибо он заложил основание мира на морях на потоках утвердил его кто достоин зайти на гору господню стоять на святом месте его лишь тот у кого все дела и намерения чисты кто не поклонится не поклоняется ложным кумиром и не дает обещания не думая их исполнять тот обретет благоволение господне оправдание от бога спасителя своего только такие и стремятся к нему и желают быть присутствует твоем бог якова все вы стереть стерегущие врата он все вы поднимите свои головы поднимет поднимитесь и вы двери вечные охраняемые чтобы войти войти мог царь славы кто этот царь славы господь могущественный и сильный господь побеждающий в битве все вы стерегущие врата поднимите свои головы под ним поднимитесь и вы двери вечные охраняющие чтобы войти мог царь славы кто он этот царь славы господь воинств он царь славы тегелим 24 псалом 23 посмотрите очень внимательная вещь здесь говорится о том что эти ветхие вратали вечные врата они должны быть поднимать подняться подняти и упсал сами давиды у перший день тижня то есть начали недели земля и все еще на наполняю и усы сити и все те и какие живут в ньому вон и господне он засунував ее на морях на речках облаштував ее кто ведет на гору господню и кто станет на его святом месте то у кого руки не винны сердце и сердце чисте кто не привязал до марного свою душу и подступную не клятся своему ближнему своему ближнему такий отрима отрима благоволение от господа милосердие от бога своего спасителя это колене тех которые шукают его это поколение тех тех которые шукают его шукают обличье бога якова потому что села это музычный таки пауза поднимите брамы вы в лодере поднимите вечные брамы и ведет царь славы кто вин царь славы с его спать могут не сильный а спать могут ней уба и убить вы убить вивень могут не мы сегодня не просто нуждаемся в открытых дверях или закрытом небе над украиной мой ханера и открытых дверях и закрытым небом над украиной но мы нуждаемся в том кто поднимает эти ветхие врата чтобы вошел через них царь славы бог могущественной брани для того нам и с вами нужно иметь веру чтобы видеть что эти врата которые закрыты для нашего государства страны для нашего народа дед может быть что-то мы видим наши жизни закрыты и мы хотим туда пройти они на какое-то время закрыты для нас мы вам нужно веру что наше сражение неземное простое за нас сражаются небеса я верю нам помогает бог вы это верите вы поверьте что бог нам помогает в брани и выживание духовно и физически преодолевать трудности связаны с этой войной но вот ответ всем нам тем кого господь поставил в управлении страной и армии я сегодня говорю вот ответ который бог хочет чтобы все люди услышали в украине от верующих до неверующих от простых рабочих до правителей до воинов и мозгать управляющих то есть армией которые наши воины наши главнокомандующие наши люди когда стратегии захария 46 гает поясняючи вин заговорив до мэной казав передаю слово господню до зарозавеля такого зместу не силою и не людскую могут нестью а лэ моим духом говорить господь самов будем говорить по уже тем доступным для некоторых людей русским языком что послание что послание говорит до заваривели твоя собственная власть и сила не помогут тебе твоя помощь придет от моего духа так говорит господь всемогущий я верю потому что за зарывали это владыка это царь и бог обращается говорит что послушай нет 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 силами стратегиями будет иметь победа но говорит моей мощью придет именно моя помощь твоя помощь от моего духа дух божий который наполняет наших воинов стратегов нашу экономию каждого из нас и это зависит от нас от верующих людей которые надеются на него я верю что врата отворяться когда мы с вами те кто считает себя не набожными людьми просто от тех кто верующий в бога и спасителя примут важную для себя стратегию доверяй богу полагайся на него полагайся на бога твоего и сам конечно не плашать друзья не плашай то есть ты должен делать то что ты должен делать но положите надежду на бога это обращение сегодня и к нашим правителям по нашим ради на нашим гор и область полкому для наших военных для нас самих для молодежи для стариков для нас нужно под доверить богу стратегия нужна но сражается тот кто делает выбор за кого сражаться если вы вспомните иисус навин вышел посмотреть на ерехон и друг приходит к нему вождь до человек с оружием и он спрашивает и за нас или за наших врагов он говорит не за тех и не за тех я сделал уже выбор иными словами я сделал выбор не нам указывать ему богу с кем ему быть с нами ли с другими мы должны доверять ему а он уже сделал свой выбор ибо он защитник до у тех кого унизили сирот вдов те кто в беде он защитник наш давайте подвяжемся в борьбе духовность теме кто бишь кто обещал нам победу с тем кто обещал нам победу победу в смирении посте и молитвы если мой народ смириться предо мной молитва вознесет если защит лица моего оставив путь свой злой я услышу с него прощу и грехи исцелю их землю утешу всех и мы говорим о исцели нашу землю боже исцели нас отец народ свой обрати к себе исцели очень услышь нас услышь молитве пускай предисцеление надежда прости нам грехи согрешения наши и мир твой да наполнит наши сердца в надежде хочу заметить что когда мы говорим о вратах ветхих да и мы говорим древние большое отношение это имеет к тому что это дведки врата или же брама до давно не открывающиеся есть вещи которые давно наши жизни не открываются какой-то причине мы не знаем на какой причине не закрыты израиль по понял почему были закрыты двери вхождение в эрес израиль но они взяли нас эту ответственность 40 лет ходить в пустыне и формироваться как народ и вот мы смотрите поднимите врата главы ваши и возвести двери вечные и войдет царь славы господь возвысит под ними давно опущенные врата только бог может открытие двери или двери которые открываются и могущественный воин сражающий свой народ пройдет через него именно там такой именно акцент армия войска в воинство ополчение служение служба во и военно или религиозно и та и другая здесь смешана частью именно царь славы в господь могу же воинство он войдет через эти врата и только он их откроет смотрите восьмой стих на еврейте говорит мазе мелых хаковод адонай зуб в гибор адонай гибор мехама то есть другим слава господь могущественной войне в борьбе за тебя и за меня за тех кто вдов и сирот обиженных измученных он бог наш он поднимает врата давно запертых какие бы эти ситуации не были возможно это исцеление которое ты ждал очень давно в один момент я верю что 2024 мы по увидим резкий поворот где эти двери которые заперты были долгое время они откроются для нас служение возможность пойдем в свободу за от зависимости которые люди имеют работа которая от начала войны была потеряна и нет прибыли возможно это отношение или зависимость твоего сына или дочери чтобы этот что бы то ни было бог способен поднять врата и войти как воин сражаться даже не за тебя знаете вот лично за тебя против твоих врагов вы слышите разницу да мы хотим чтобы боролся за нас да но на самом деле он борется против наших врагов могу сказать очень просто все то что нам обещано богом не утеряно не забыто но сохраняется для лучшего времени для каждого из нас в украине так и там где вы находитесь друзья если кажется что мы это у теряли где-то не приобрели послушайте это сокровище слагается на небесах и если дверь закрыта это не означает что кто-то зайдет туда и может расхитить абсолютно бог иногда ук закрывает чтобы не пришли расхитители чтобы не при мы не марно так или не растратили все то что бог нам имеет знаете в банковой системе депозитов есть различные программы в которые люди вкладывают свои заработанные деньги и очень много программ они говорят он может так сделать депозит на такие проценты другие но также есть а если вы будете сделаете депозит на 30 лет или на 40 лет до вашей пенсии различные мы можем их потратить эти деньги сейчас живя как мы хотим или откладывать на лучшие времена ну на лучшее время какие лучше времена люди говорят мы складываем на черный день у каждого есть причина на что складывать лучшие времена а я хочу укладывать на лучшие времена тут их на злые или же на худшие независимо от клада которые ты делаешь или сбираешь день для чего для худшего на черный день или же на лучшие времена независимо от того на чего ты собираешь хочу сказать что придет тот день где ты захочешь эти финансы которые ты вкладываешь во что-то или где-то хочешь забрать до потратить на то черный твой день или там он хороший чересчур день но знаете вы не сможете сделать пока это время не придет и когда-то придет она стоит доступность поднимается запрет и ты спокойно можешь взять то на что ты откладывал то ли другое состояние еще один момент для нас для рассуждения мы иногда думаем что закрытая дверь это случайность ошибка или заговор как чей-то или когда проклятие оплошность но разве бог не знал или не знает почему дверь закрыта или возможно он готовит нас к тому чтобы каждый из нас мог приобрести то что за этой закрытой дверью в правильное время дверь отворится так как мой страж а он страж моей жизни стражи жира израиля жив и не дремлет хранящий израиля он скажет по свое последнее слово и эти закрытые ветхие врата они поднимутся и так вы можете сказать сегодня любой запятой дверью ненадолго ты заперта ненадолго она заперта не на века лет здесь не заперт экономика не заперта и простое человеческое счастье она не заперта она доступна и шоке что он страж у ворот никто не перелазит через ограду если он не вор или же разбойник еще говорит что он пастырь он ходит и пастырь входит через врата и овцы слышат его и следуют за ним он открывает врата для овец истина если говорю вам что я дверь овцами шо говорит все сколько их не приходило передо мной суть воры и разбойники но овцы не послушали их я есть дверь кто войдет мною тот спасется войдет и выйдет пожить найдет вот приходит только для того чтобы украсть убить погубить я пришел до чтобы имели жизнь и имели с избытком я есть пастырь добрый он есть пастырь добрый и он же тот кто ратует за нас он победоносный он тот победитель есть пастырь добрый пастырь добрый полагает жизнь свою за овец он не просто говорит о том что вы поднялись врата ветхие он и положил свою жизнь чтобы эти ветхие врата поднялись если твоей жизни сегодня имеется врата кто закрыты по какой-то причине он для того здесь чтобы открыть врата 2024 я верю что будет открываться врата которые были закрыты те надежды которые были похоронены оживут то дверь которая возможно для вас была закрыта она откроется и что важно что нам делать в это время стучать или что писание очень простые вещи стучите и что правильно и вам откроют но главное самое главное не стучать можно стучать и не слышать слушать то что многие слы не слышат сегодня в это время последнее время и труда для нас время которое мы живем в откровении иоанна богослова да вот иоанн который который лежал воздвигал на груди и шоу которую любил и шоу оба самый младший он говорит очень интересную мысль в откровении это последняя книга которая подготовит нас к последнего времени подготавливать нас тому времени где мы точно понимаешь здесь сложно он говорит все стою у двери с учета а откровение иоанна 3 глава 20 21 стих все стою у двери и стучу если кто услышит голос мой отворит дверь войду к нему и буду вечерять с ним и он со мною побеждающему дам сесть со мной на престоле моем как и я победил и сел с отцом моим на престоле его этот престол благодати сегодня для каждого из нас и как писать как говорит давид что эти ветхие врата поднимитесь и войдет царь славы кто этот царь славы кто он для нас с вами что нам делать слушать что бог делать куда у нас призывает куда у нас ведет где служить что сказать ответить ему очень важную простую вещь слушай слушай раб твой то что побеждающему дам сесть побеждающий на своей своим эгоизмом похотью плотью своим желаниями до своей может быть своим гневом мы контролировать должны и слушай что бог делает и говорит нам сделать сейчас я просто умилен тем что бог показывает именно через писание что двери которые для нас кажущие не открывающихся как для израиля который ходил 40 лет еще повторюсь что эти двери были закрыты пока не пришло время и давид говорит мир земелых пока вот кто этот царь славы адонай азузвы гибор адонай гибор мелхама мелхама он сильный могущественной войне я верю что у нас поворот событий следующий год для каждого из нас это год открытых дверей где бы то ни было сегодня я вас вдохновляю тем что эти двери обязательно откроются потому что он тут у поднимает эти и открывает двери своим овцам поэтому для нас нет времени и не должно быть времени для печали но наоборот быть бодрствующий благовествовать и пускай бог благословит вас дорогие друзья мы благословляем вас давайте мы помолимся а веноши большим моим отец небесный мы благословляем имя твое мы благодарны тебе за то что ты делаешь сейчас и до нашего будущего если двери которые у нас закрыты на сегодняшний день или зак мы читаем что и закрыты они обязательно откроются и мы провозглашаем эту милость и благость твою мы стучимся в небеса и слушаем голос твой боже мы просим тебя открывай эти возможности и пускай симха радость наполняет наши сердца в новом году календарном году чтобы мы увидели победоносное во именно время время побед время успеха перемен и радости я благословляю имя твое боже на святой израиль спасибо тебе еще раз спасибо будьте благословены будьте благословены будьте благословены амин спасибо за просмотр! Продолжение следует...